Арсен, в общем, глава фонда Quantum Brains Capital. Арсен Якубин, здравствуйте. Здесь вот это... Что-то помочь. Сядь, да? Считается, что если в выступлении используется одна формула, количество слушателей уменьшается в два раза. Меня попросили рассказать о математике. В трейдинге я подумал, что мне не хотелось бы, чтобы мы потеряли половину или третьчетвертия зала. Поэтому я постараюсь рассказать интересным, простым, понятным языком. Я много лет в трейдинге занимаюсь количественной торговлей, то, что называется кванты. Я математик, закончил физический путь от МГУ. старому образованию экономические количественные модели, экономитика. И занимаюсь тем, что применяю полученные знания и разрабатываю модели для того, чтобы успешно торговать. Когда я впервые вышел на биржу, это было в 96-м году, я, так же, как и все, пытался делать первые свои операции вручную, используя то, что называется чутье, нашла девчинка, неудачно. Я очень быстро понял, что интуитивный трейдинг из меня точно не получится. Но у меня попались серии интересных статей, в которых я впервые познакомился с принципиально другим подходом к торговле. Я прочитал про основателя Renaissance Technologies Джеймсова Саймонса Харриса. Я не знаю, слышали вы, может быть, кто-то слышал. Это очень известный человек, который заработал более 11 миллиардов долларов, торгуя количественными методами. Он сам был профессором Сенфорского университета, он математик. И в какой-то момент он решил попробовать свои силы в трейдинге, и у него получилось. Свои идеи он заимствовал у основателя квантов, основателя количественных способов торговли Эдда Торпарт. Это тоже талантливейший математик, и хороший игрок-покер Блэк Джек. Это тот, который известен тем, что он именил героя свои познания в области математики, в области теории вероятности, к игре от Блэк Джек. Считается, что он ее взломал, какое-то время он играл, после чего ему запрещен был вход на все ваше казино. Тем не менее, большая игра на бирже на математических методах стартовала. С тех пор достаточно много успешных компаний, которые ворочают десятками миллиардов долларов, зарабатывают огромные деньги, используя исключительно количественные методы. Формат нашего мероприятия не позволяет рассказать весь спектр применяемых технологий. Но я знаю, что передо мной выступал Антон Клевцов и рассказывал вам о парном трейдинге, о том, как он торгуется руками. Я расскажу, как то же самое делают кванты. Меня как торговца, в первую очередь, интересует, где источник прибыли, откуда берутся деньги, почему эти деньги будут литься ко мне ручейком. Должна быть причина. Когда я смотрю на речку, я понимаю, что есть перепад высот, и за счет гравитации вода всегда будет течь в одном направлении. Когда я смотрю на биржу, источник денег вовсе даже не понятен. Мы все хотим, чтобы наша игра приносила стабильный постоянный доход. Полной стабильности, как в речке, добиться невозможно. На бирже действуют тысячи, сотни тысяч факторов. Каждый из них случайный момент времени. Все это создает поле информационных шоков, которые порождают довольно случайное поведение рынка. Но, когда я в первый раз с этим познакомился, я понял, что случайная случайная урознь. Есть большая разница между движением броновской частицы, которая полностью случайна, и распределением приращений по координатам, которые будут нормальными. В финансах все совсем не так. В финансах это не случайный. То есть, с одной стороны, это случайный процесс, с другой стороны, в нем присутствуют закономерности, которые описываются довольно хитрыми стахастическими моделями. Они так называются. Мы занимаемся тем, что мы выявляем стахастические модели и пользуемся полученными закономерностями для систематического извлечения прибыли. Поясню это на примере парного трейдинга, как это происходит. Все вы знаете, что если вы будете делать позицию в одной бумаге, вы возьмете, как говорится, на грудь всю ее волатильность. Это очень рискованная игра. А что будет, если вы берете на грудь пару, в одной из которых вы встаете в ломку, во второй в шорт? Вы имеете возможность создать риск нейтрального позиции. Когда прибыли по одной бумаге будут компенсироваться, ну, точнее, убытки по одной будут компенсироваться прибылью на другой, но поскольку обе бумаги пара так подбирается, что они в целом обеспечивают направленное движение, вот эта разность, она будет как раз тем самым ручейком прибыли, который будет подать ваш карман. Вот так это в теории выглядит. На практике несколько все сложнее. Первые попытки были построить, вычислить корреляцию между двумя бумагами и торговать парой с сильной корреляцией. Подход потерпел неудачу по одной простой причине, потому что понятие корреляции, оно существует только для стационарных временных рядов. Вот здесь уже возникают сложности, потому что это понятие не из нашей жизни, не из простого быта. Чтобы понять, что такое стационарный временный ряд, надо уже немножко загрузиться в эту тему. Но если без формул и без сложных каких-то понятий, смысл в том, что стационарный ряд не меняет со временем свои статистические характеристики. То есть его математическое ожидание стоит на одном месте, интерперсия тоже на одном месте. В целом форма распределения такого ряда находится всегда на одном и том же месте и имеет одну и ту же форму. Ну, так вот, если обычным языком. У стационарных рядов есть одно очень важное свойство, которое, собственно, и приводит к нашей прибыли. Если мы возьмем стационарный ряд спреда, построенный между двумя бумагами, он будет иметь свойство регресса к среднему. Это свойство — это математический факт, который доказан, собственно говоря, любой студент знает это доказательство. Собственно говоря, на этом принципе и строится извлечение прибыли. Нам нужно таким-то образом взять две бумаги, которые образуют линейные комбинации, которых образует стационарный временной ряд, и подобрать веса таким образом, чтобы этот спред был стационарным во времени. немножко как-то плохо объяснил. В общем, смысл в том, что веса должны быть подобраны так, чтобы линейная комбинация двух бумаг образовывала стационарный ряд. Тогда он будет иметь свойство регресса к среднему, и тогда можно отторговать его отклонение от этого среднему. Очень простым способом. Пожалуйста, это может быть способ типа полос Боллинджера, например. Он будет работать. Вот, собственно, этим мы и занимаемся. Но сложности заключаются в том, что, чтобы оценить вот эти веса, используется довольно сложная математика. Мы используем тесты Энгла-Грэнджера и тесты Йохансона. Те из вас, кто достаточно хорошо знаком с математикой, можете попробовать свои силы. В стандартных пакетах типа MATLAB эти тесты написаны, и можно им пользоваться. Вот таким образом можно строить прибыльную торговку. Набирается большое количество пар, еще специальные процедуры. Эти пары в портфеле из большого количества пар взвешиваются. Таким образом получается хорошо диверсифицированный портфель по таким контернированным парам, и он показывает достаточно устойчивый хороший рост. Вот, значит, это хороший пример того, чем занимаются кванты. Такого рода алгоритмы торгуются во всех известных мне клан-фолдах. Причина здесь очень простая, потому что источник прибыли для такого рода алгоритмов – это коинтеграция. А коинтеграция, по своей сути, означает, что две бумаги, которые, например, принадлежат одному сектору, даже несмотря на то, что каждый из них совершает достаточно хаотические колебания, в целом они будут в общей эстезе двигаться, в одной тенденции. Вот часто приводит, чтобы понять, что такое коинтеграция, приводит такой пример. Вот представьте себе двух пьяных, которые двигаются по улице. Если подоставить их самим себе, через какое-то время они разбредутся по переулкам, связи между ними нет. А если тех же пьяных взять и связать их между собой и резиночкой? Они будут двигаться достаточно хаотично, каждый из них в соответствии с количеством выпитого, но в целом их движение будет направлено в одном и том же направлении. И не может так быть, что они вдруг разбредутся по разным переулкам. Вот эта связь резиновая и соответствует понятию коинтеграции математики. Мы оцениваем эту коинтеграцию и эксплуатируем ее для систематического извлечения прибыли. – Карсен, а такой вопрос. Ты говорил, что очень много квантных фондов торгует в мире. А в чем, как бы, опять же преимущество одного квантного фонда прибыли? В чем им лежит, в каком области следует? – Это хороший вопрос. Основная проблема связана с тем, что квантфонды не расскажут об никогда, подробности того, чем они занимаются. То есть, в общем и целом, всем понятно, кто чем занимается. Все читают одни и те же статьи. Сейчас мы живем в мире интернета. Если статья вышла, я ее читаю приблизительно в то же самое время, что и все остальные. Все пытаются применить новые знания на практике. У всех приблизительно один и тот же уровень подготовки, очень, кстати, высокий, математической подготовки у сотрудников. Поэтому я подозреваю, что все делают одно и то же. Но, конечно, со своими особенностями. Например, Саймонс берет к себе на работу математиков, шахматистов, игроков – покер, blackjack. В общем-то, людей, которые имеют не совсем обычный взгляд на жизнь. Которые понимают, что такое игра и что такое риск внутренним чутьем. Вот такие люди способны производить новые алгоритмы. Хороший пример новых алгоритмов, гораздо более сложных, чем то, что я описал, является то, что называется скрытые маркерские модели. Это такой взгляд на рынок, который предполагает, что то, что мы наблюдаем в котировке – это лишь наблюдаемый параметр, который на самом деле характеризует скрытый айсберг процесса, который стоит за этими котировками. Гораздо более сложного. Но процесса, который напрямую мы наблюдать не можем и никаким образом измерить не можем. Мы можем мерить только наблюдаемый параметр. Вот строится модель, которая предсказывает поведение вот этого айсберга по наблюдаемым параметрам. И такие модели имеют предсказательную способность. Ну, конечно, и на год вперед, но достаточно для того, чтобы систематически извлекать прибыль. Алгоритмы, которые оценивают такие модели, мы вот узнали о них, анализируя статьи. В фонде «Inniscience Technologies» у Саймонса работали двое, по-моему, даже русских математиков. Успешно работали, потом они решили отпочковаться и создать свою фирму. Что они сделали? И в этой фирме они, естественно, по-русски начали торговать те же самые алгоритмы, которые они делали у Саймонса. Саймонс на них подал в суд, и когда они там стали трясти грязным бельем, посыпались детальки того, что там, собственно, произошло. Вот оттуда мы узнали, что они применяют алгоритм Баума-Вадоши. Очень хитрый алгоритм, который позволяет достаточно быстро оценивать параметры скрытых маркетинговых моделей. Но это его знание недостаточно для того, чтобы торговать, потому что одно дело ты знаешь, как называется алгоритм, другое дело придумать, как его, собственно говоря, прилепить к рынку, к какому месту и что там надо подкручивать, что надо делать, чтобы получались деньги. В общем, это тяжелая работа, очень кропотливая, очень интересная. Это такое интеллектуальное соперничество, состязание. Мне это знакомо, я в свое время очень много участвовал в олимпиадах математических, мне всегда нравилось. Дух соперничества здесь присутствует в полной мере и даже в более жесткой форме, потому что неудачи мы оплачиваем в карманах. Но, правда, успехи, они тоже достаточно великие. Я хочу ответить на ваши вопросы. Пожалуй, не буду больше грузить подробностями, вижу, что немножко призадумались. Можно пока у меня вопрос есть? Многие люди, которые здесь сидят, уже как-то торгуют интуитивно, как ты говоришь. Есть, наверное, определенно и здесь кто-то, который, наверное, пока еще не посчитал себя, так сказать, не успешным трейдером в плане интуитивной торговли. И раздумывают, скажем, как прийти к более какому-то математическому количественному подходу. Есть какой-то совет, как от интуитивной торговли уйти в сторону математики? Ну, первое, я ничего против интуитивной торговли не имею. Я сам лично знаком с несколькими успешными трейдерами. Из своих наблюдений я пытался понять, почему у меня не получилось в свое время, почему не получается у них. Я понял очень тонкое наблюдение, что у них у всех определенный склад характера. Не каждый человек может руками зарабатывать. Вы это должны четко все понимать. Потому что, по сути, что ручные трейдеры, что алго-трейдеры, такие как мы делаем, одно и то же, должна быть стратегия. И должно быть стопроцентное следование этой стратегии. Любое отклонение – это убытки. Если я знаю, как алгоритм заставить работать, чтобы он сделал стопроцентное сделок, я не знаю, как бы я мог сам себя заставить так работать. Я так не умею. Вот у меня чего-то не хватает в параде. Но я знаю людей, которые могут 10 лет приходить на работу без опозданий, всегда готовиться к торговле и всегда следовать наперед заданному плану своему торговлю. Если такие характеристики, характера вы в себе находите, значит, вы можете этим заниматься. Если вы не находите, вы не сможете. Что касается того, какой путь надо проделать ручной торговли к алго. Алго торговли предполагает несколько ключевых технологий, которые мы должны вводить. Первое. Мы должны хорошо знать математику. Такие разделы, как теория вероятности, статистика, но в основном это эконометрика. Это раздел, который занимается изучением временных рядов и изучением, построением и оценкой статистических моделей. Ну, статистические в том смысле, что это вероятность не модели поведения временного ряда. Где этому обучают? Какое-то время назад в нашей стране такой науки, как эконометрика, не преподавалась вообще нигде. Не знаю откуда, но существовало мнение, что эконометрика – это продажная девка буржуазии. Я даже читал об этом сам в какой-то книге какого-то малоизвестного товарища с очень большим научным званием. Да, доктор наук он был. Глупость, конечно, это привело к тому, что мы очень сильно отстали, но приблизительно, как только пал Советский Союз, где-то с 90-х годов это здание стало к нам проникать. Впервые оно, по-моему, пошло через Новосибирский государственный университет, Цыплаков его там преподает. И дальше стал преподаваться еще в двух вузах – это высшая школа экономики, позднее, чуть раньше – российская экономическая школа. А вот, собственно, три учебных заведения лидера в этой области. Лидерство их бесспорно, потому что они пошли по правильному пути. Вот я знаю про российскую экономическую школу. Они очень просто сделали – они взяли и пригласили западных профессоров из Стэнфорда, из Оксфорда, из Гарварда. Платили им прежимные деньги. Эти люди сюда привезли курсы. У них отучились студенты, защитились и стали профессорами в РЭШе. И так это знание здесь закрепилось. Они же написали первый учебник по экономике автора Магнус Катушев и Пересецкий. Очень хороший учебник, ничуть не хуже, чем буржуйский. И написан нормально, можно разобраться. Там все основные модели вплоть до модели Арфима разобраны. Более сложные модели уже надо по статьям смотреть. Можно ли поднять этот курс самому? Раньше я отвечал на этот вопрос – нет. Но когда я еще работал в компании Целик, я проводил занятия на ММВ на Кисловском. И вот, видимо, настолько интересно показалось то, что я рассказал, что один из студентов попросил меня порекомендовать список литературы. Я ему порекомендовал. Он мне там задал несколько вопросов, я ему на них ответил. Через какое-то время, через полгода, он мне пишет, что он нанял себе частного преподавателя. И настолько увлекся, что полностью прорубил курс эконометрики по рекомендованным учебникам и вовсю там применяет. Вот это путь, по которому любой может пройти. Спасибо. Акцент. Да, давайте поаплодируем. Спасибо. 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 Спасибо.